григорий мелконян сопредседатель движения за права избирателей голос и у меня даже вопрос я не уверена что я могу вас спрашивать именно как сопредседатель как официальное лицо на как григорий могу спросить про белоруссию выборы в белоруссии как а насколько они имеют шанс на тот самый успех о котором и собственно говорим насколько они могут повлиять на смену власти на перемены вообще возможно путем выбора в беларуси надеюсь что возможно не знаю на этих ли выборах или на следующих выборах но в любом случае это вот единственный такой вот правильный путь по которому нужно стремиться идти все остальные варианты они конечно возможны всегда но по опыту знаем что лучше конечно идти по пути выборов и я надеюсь что те лица которые находятся у власти они тоже должны понимать ответственность свою за то что происходит за свои решения то что происходит в белоруссии но как бы происходит не как бы сегодня там да мы узнали там как там выборы проходят мы давно знаем как там проходят выборы к ним на мой взгляд больше претензий чем к выборам в россии так как то что наблюдатели видят да или не видят что фактически как бы да как в советском союзе не подсчитывают нормально или тени рисуют протоколы на сайте центр избиркома у них даже не публикуется как в россии данные по каждому участку чтобы дать какой-то там посмотреть анализ наблюдатели вынуждены там какими-то там окольными путями на каждом участке если кто-то вообще пускают эту информацию как-то получать насколько она реально тоже большой вопрос то есть все это какая-то знаете такая подпольная деятельность наблюдателей потому что условия для наблюдения нормального конечно не создано и до получать результаты такие какие получаются запрограммированные и это все видят люди уже на протяжении многих лет и вот эта президентская компания сейчас она показывает что ну видимо терпению народа начал приходить конец да то есть вот готовы может быть они симпатичным симпатичен тот же лукашенко даже к примеру вот но при этом вот определенная усталость есть хочется свежих лиц свежих новых решений какой-то там смены смены лиц во власти и но вот эта усталость это вот может быть уже там какая-то там более как в жестких фразах там да там оппозиционность у людей к действующей власти она выливается в то что люди очередями в очередях готовы стоять ставить подписи за оппозиционных кандидатов готовы терпеть вот как бы там и унижение в собственные адресы как бы там попытки как бы там и силовых каких-то мер против них применить но это вот но такая вот пробуждающиеся общество и здесь очень важно чтобы этот дальнейший как бы вот путь он не перешел в какой-то вот такой вот силовой противостояние потому что всегда есть соблазн как бы заткнуть рты разогнать тех кто тебя не поддерживает но если это будет происходить это еще больше будет накалять обстановку и злить людей потому что уже не раз такое было и сейчас я видел что силу тоже там применяют это все в условиях когда сейчас и в россии общество очень как бы вот начинает сильно политизироваться с учетом того что она понимает что причиной там снижение уровня жизни высоких там цен и вообще в принципе отношение власти и общества причина не только причина не только в том что там вот он как-то себя не так ведет как гражданин например там там работа у него не то и не умеет он зарабатывать или или что-то он делает не так а понимаете что придет причин этого самой власти которые мы эти условия это не создает и более того мешает жить принимать такие решения которые снижают уровень жизни что отсутствует конкуренции и я думаю что сейчас надо просто посмотреть затем как будет себя вести прежде всего как белорусское руководство если она жестко себя будет вести это вызовет неименуемую как бы обратную реакцию в обществе вот и надо смотреть на общество какие новые идеи какие какие новые планы действий будут предложены обществу потому что общество вот как и в россии так и белоруссия ну сейчас дезориентирована то есть туда понимает что все плохо понимает что да но вроде бы я мог бы что-нибудь сделать но не понимает что если вот конкретный план действий со стороны там из этом оппозиции каких-то альтернативных леди лидеров там до каких-то людей которые являются авторитетом для граждан они бы могли бы сформулировать какие-то конкретные предложения не в плане того что что будет если мы победим на выборах вот у нас есть такая-то программа зимта то а как добиться этой победы и вот к сожалению вот сейчас мы видим что есть определенный кризис вот этих идей да вот кризис вот этих планов что нужно делать не в плане там революционного плане эволюционным как вот побороть как бы вот эту вот эту инерцию и здесь но должна быть конкуренция вот этих идей должны быть лидеры которые эти идеи воплощает в жизнь конкуренция программ необходимо чтобы это все в обществе обсуждалось чтобы общество естественным путем выбирал наиболее оптимальные пути для как бы вот победы что ли большинства да вот победы тех предложений тех инициатив которые вот сим более симпатичны вот чтобы не было вот этого застоя потому что все сейчас нуждут что вот есть какой-то там человек лидер вот за которого надо проголосовать но это же очень примитивный подход необходимо чтобы кто-то проголосовал до людей это донести необходимо вести компании необходимо доносить до вот как бы рядовых людей то что от его голоса что-то зависит и если эта компания будет широкой то и избирательные комиссии себя будут вести по другому они не могут решать не связываться может быть как раньше там как раньше там молчать там не связываться с теми кто их принуждает там каким-то образом себя вести а по совести допустим посчитать голоса такое тоже возможно если будет общественное давление на как бы на эту всю систему и я надеюсь что в перспективе это все будет приводить к тому что будут выбираться наиболее оптимальные решения к власти будут приходить те граждане теле те лидеры которые действительно будут предлагать наиболее оптимальные пути развития страны но это все зависит как бы от такого вот обоюда обоюдных обоюдных решений людей как бы ну в основном массе как бы будет вот это понимание того что нужно что-то сделать что-то менять власть не сможет это игнорировать не сможет поэтому нужно работать с людьми вот в беларуси мы видим эти очереди там когда не ставят там эти подставили подписи поддержку это все к тому что люди за то чтобы эти процедуры соблюдались они готовы в этом участвовать но и соответственно от власти не требует что вы тоже эти процедуры соблюдаете не обманывайте нас потому что если вы нас обманете мы можем очень очень жестко отреагировать очень важно чтобы и наверху люди понимали что в нужный момент нужно как бы отступить не переходить ту грань с насилием и люди должны понимать что тоже как бы себя слишком как бы вот безвольно что ли вести или заниматься фактически как вот этим бойкотом да не участвовать в этих процедурах это ни на что как бы не в итоге не повлияет будем рассчитывать на то что беларусь и не будет выкатировать выборы а победит здравый смысл и тяга к переменам будем завидовать белорусам спасибо григорий да 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 до свидания